Когда пришла беда, священники, помогая Моисею, держали его руки во время молитвы. Мы также можем молиться друг за другом, ибо пока мы молимся, есть надежда на мир. Добрый вечер! В эфире программа «Помолитесь за меня». Спасибо, что в это непростое время вы вместе с нами. Молитва — это возможность просить Бога о помощи и защите. Кроме того, молитва — это уникальное преимущество просить Господа о том, чтобы наше сердце не озлобилось и не очерствело. Наша программа выходит в прямом эфире, и у вас есть возможность прямо сейчас к нам дозвониться и поделиться своими переживаниями, своим горем. Мы будем молиться о вас, и о вас будут молиться много-много людей, которые доверяют Господу и которые возносят молитвы за каждого, кто имеет переживания и тревоги. Позвонить к нам можно по стационарному телефону. Запишите, пожалуйста, следующие номера. Номер в Украине — 0800 50 157 80, а также для жителей России — 8 800 118 44. Звонки со стационарных телефонов на эти номера бесплатны. Вы также можете выбрать для себя номер удобного для вас мобильного оператора. Лайф 093 50 157 80, МТС 066 707 305 и Киевстар 098 707 305. Присылайте свои молитвенные просьбы по электронному адресу молитвасобачка.hu.ua. Кроме того, работает Skype, адрес очень простой, молитва за меня. Помните, что мы ожидаем не только ваших сообщений, но и видеозвонков. Нам будет очень приятно увидеть вас в прямом эфире. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках есть наша группа «Помолитесь за меня». Будьте там активны, оставляйте свои фотографии, свидетельства, а также молитвенные просьбы. Мы будем обращать на них внимание, будем молиться об этих нуждах. Пожалуйста, будьте активны. Став жертвой мошенницы, наш герой обратился к Богу в особой молитве. Чем помог ему Господь? Услышал ли он его просьбы? Не пропустите в нашей программе сегодня. Слава Богу, к нам дозвонился зритель, и мы имеем возможность услышать его просьбу. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Лариса, я звоню вам из Одесской области. Очень приятно, Лариса. Мы слушаем вас. Я всегда с огромным терпением жду вашей передачи. Спасибо Господу за ваш труд любви, за ваше милосердие, сострадание. Обильных вам благословений. И хочу поблагодарить Господа, что я звоню часто вам, и Господь отвечает на молитвы. Слава Господу. Слава Богу. Огромная вам благодарность. У меня две просьбы поставили диагноз моему зятю, Виктору, в студию. Чтобы Господь усмотрел исцеление, чтобы Бог благословил их ребеночком. Мою дочку и семью. И вторая просьба у моей знакомой. Это горе для матери большое. Девочке 16 лет. Девочку зовут Маша. И эта девочка начала встречаться с девочкой. И сказала, что будет с ней жить дальше. Но я понимаю, что это бесовское влияние. Помолиться, чтобы Господь исцелил от этого. Спасибо вам большое, что вы к нам дозвонились. Пусть Господь вас поддержит. Мы обязательно будем молиться об этих просьбах. Вот такие переживания, с которыми поделилась нами Лариса. А я помню, у нас было одно сообщение, помнишь, от молодого человека, который тоже просил, чтобы Господь его избавил от влечения к своему полу. Это действительно, мы понимаем, что это не от Бога. И мы верим, что Господь может исцелить и помочь человеку справиться с этим. Потому что Бог предназначил для человека совсем другое. Да. Мы будем молиться о них. Но сейчас у нас новости. Да, новости. Ты знаешь, мне кажется, что настолько мы переживаем и настолько мы много думаем и говорим о том, что происходит в нашей стране, что порой очень многие люди всё чаще и чаще впадают в панику, в состояние какой-то депрессии. И такое ощущение, что ты никогда не выйдешь из этого конфликта, из этого состояния, из этой нервозности какой-то. Давай сегодня будем молиться о людях, всех людях в нашей стране, которые всем сердцем переживают о том, что происходит сегодня на территории нашей страны. Это серьёзный конфликт, это конфликт, который грозит войной. И очень многие переживают. Даже те, которые находятся далеко сегодня, от Востока, например. Это и Запад, центр Украины. Но я верю, что Бог может подарить нам этот мир. И не только мир в нашем разуме, но действительно мир в нашей стране. Об этом бы вновь хотелось молиться. Мы будем молиться о мире в нашей стране, чтобы Господь усмотрел разрешение конфликта на Востоке. Я думаю, что ещё стоит помолиться за людей, которые сейчас покидают Восток, кто из Донецка, из Луганской области пытаются выехать. Ведь сейчас государственные органы дали данные, что около 15 тысяч человек покинули свои дома. И кто-то едет к родственникам, у кого есть куда выехать, а кто-то выехал просто вот так наобум. И волонтёры, и организации общественные пытаются устроить этих людей. Есть много людей, которые открывают свои дома, дают возможность людям, чтобы они могли там жить, пока пройдёт вот это бедствие. Поэтому нужно молиться... А многие действительно хотят выехать, но им некуда. Да, они не знают, куда поехать. Да, находятся в зоне этого конфликта. И, наверное, на себе испытывают невероятные стрессы, потрясения, страхи, ужас, потому что это очень страшно. Когда рядом стреляют, и когда в твоём доме находятся дети или родители, которые пожилые, например, это большие переживания. Поэтому я думаю, что наши особенные молитвы сегодня у мирных жителях. Ну и, конечно, у тех, кто сегодня теряет родных и близких. Это беда, которая стучится сегодня в семьи, чтобы Господь утешил и поддержал. Дорогие друзья, мы обращаемся к вам, чтобы мы могли сегодня молиться о нашей стране и о людях, которые нуждаются в нашей молитвенной поддержке. Давайте обратимся к Господу в молитве. Святой Небесный Господь, Бог наш, мы обращаемся к Тебе и просим, чтобы Ты был милостью, милостью к нам, Господи. Мы просим, Господи, чтобы был милостью к стране нашей. Ты видишь, Господи, насколько велико напряжение там, насколько сложная ситуация. И мы просим, Господи, чтобы наступил мир, чтобы прекратилась стрельба, чтобы перестали стрелять, чтобы люди перестали умирать там. Господи, мы просим, пожалуйста, останови то, что сейчас происходит. Мы просим о людях, которые напуганы, которые не могут никуда уехать, которые находятся в зоне этого конфликта. Пожалуйста, Господь, сохрани их жизни, ободри их и дай им надежду в Господе. Небесный Отец, мы молимся и о огромном количестве беженцев, людей, которые пытаются покинуть зону боевых действий. Господи, благослови, чтобы они благополучно могли выбраться из этой ситуации. И мы просим, чтобы Ты благословил, чтобы они благополучно добрались к месту, которое они для себя усмотрели. А также Ты знаешь, Господи, что есть люди, которые выезжают и не знают, куда они выезжают. Ты усмотри, Господь, тех добрых людей, которые могли бы принять их, которые могли бы помочь их принять на это время, пока не придет мир в их дом. Небесный Отец, мы просим Тебя также за детей Ларисы. Ты видишь, они нуждаются в том, чтобы в их дом пришло счастье, и чтобы они могли иметь ребенка. Поэтому мы просим, пожалуйста, Ты благослови. Благослови их. Благослови, чтобы они обратились к Богу, искали Его силы, Его помощи. Небесный Отец, мы также просим и об этой девушке Маше. Ты видишь, Господь, как ее разум подвергся вот таким изменениям, когда она чувствует влечение также к девушке. Мы просим, Господи, чтобы Ты смог освободить ее от этого влечения, чтобы она могла осмыслить, Господь, что происходит, чтобы она могла подчиниться воле Твоей, Господи. Благослови, пожалуйста. Благослови не только Машу, но, возможно, есть еще много таких девушек и ребят, которые испытывают влечение к своему полу. Пожалуйста, Господь, открой им глаза. Открой глаза на то, что Твое Слово учит. И мы просим благослови, чтобы они нашли счастье со своими близкими и родными, которых Ты для них усмотришь по воле Твоей. Мы это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Совершая молитвы в этой студии, мы верим, что Господь слышит и благословляет, и отвечает на наши просьбы. Поэтому, если у Вас есть ответ на молитву, поделитесь, пожалуйста, им вместе с нами. Нам будет радостно рассказать об этом всем нашим зрителям. Ну а контакт-центр продолжает свою работу, и у нас уже есть звонок, и мы хотели бы его сейчас принять. София с нами на связи. Добрый вечер, София. Добрый вечер. Рада Вас слышать, откуда Вы звоните. Я звоню Вам из Одесской области. Я, звичайно, очень занимаюсь всеми вопросами по Украине. Это надзвичайно важно для нас всех. Но сейчас у меня личная проблема. У нас пропала собачка. Очень благословенная такая, можно сказать, которая принесла очень много пользы в городе Измаиле. Вот сейчас, в эти часы, и мы очень все занимаемся. Цей собачку зовут Веня. Помолиться, будь ласка, чтобы эта собака знайшлась, потому что она очень полезна. Я медицинский работник, и она принесла очень психологическое здоровье в наши важные такие моменты жизни. Хорошо, мы будем молиться. Вы не переживайте. Мы верим, что Господь решает любые проблемы и вопросы. Поэтому доверяйте Богу. Спасибо Вам за Ваш звонок. Вот такие просьбы у нас есть. Наверное, о таких просьбах мы еще никогда не молились. Правда, Владимир? Я верю, что Веня вернется, что Господь его приведет. Я просто слышал о таких опытах, когда Господь действительно приводил животных, приводил. Поэтому для Бога нет ничего невозможно. А еще здесь видишь, насколько людям очень важно, чтобы был кто-то рядом, кого они любят. И даже наша зрительница поделилась о том, насколько велика потеря. Потому что психологически помогает животное, которое любит, лащится к Тебе. Поэтому обязательно мы будем молиться. Спасибо, что Вы нам позвонили. Пусть Господь благословит в поисках этой собаки. Я думаю, что она скоро найдется. А у Тебе есть просьбы, которые поступили в исход-центр? Да, конечно. Есть просьбы. Помолитесь, пожалуйста, за Оксану и Андрея, за их четверых детей, чтобы Господь дал им охраны, любви и своей милости, и благодати, благословения, чтобы они все пришли к Богу. Нас просят молиться за Богдана, в жизни которого идет сильная борьба. Пусть Бог поддержит его своей силой. А также мы сегодня будем молиться за Наталью из Испании. У нее меланома, чтобы Бог показал необходимость тех препаратов, которые она сегодня принимает, и особым образом укрепил ее веру. Вот такие сообщения мы получили. Несколько молиться нас просят о Галине, которая упала, разорвала связки на ноге, лежит в ортопедической хирургии, нужна операция, и на операцию необходимы 50 тысяч гривен. Вот такая огромная сумма денег. Будем молиться, чтобы Господь по возможности нашел эти средства. Просит молиться о Богдане, почечное давление, его жена Галина, у нее ревматоидный артрит, о их детях, Татьяне, у которой диабет, и Алексея. А также у внуках Богдане, у которого ожирение, и Диме сильно часто болеет, чтобы Господь исцелил. Вот такие сообщения есть сегодня у нас. И мы хотели бы молиться, чтобы Господь благословил. Молитесь, пожалуйста, вместе с нами. Небесный Отец, мы славим Тебя за то, что Ты с нами и слышишь нас в этот момент. Мы верим в то, что Ты слышишь, потому что Ты добрый Бог. И Ты всегда готов внимать нашим просьбам, даже тогда, когда мы Тебя огорчаем и, возможно, делаем что-либо, что не угодно Тебе, а значит, не является добром для нас. Ты нас прости за это, Господь. Услышь молитву, благослови страну нашу. Мы обращаемся к Тебе с особой просьбой, с просьбой о мире. Господь, Ты видишь каждого человека, чье сердце наполнено переживаниями, страхом и огорчением от того, что гибнут люди, страдают люди, дети страдают. Господь, останови этот процесс. Останови, потому что Ты есть мир и добро. Ты есть благополучие. Пожалуйста, поселись в сердцах и умах людей. Даруй успокоение в этот особый час. Наша просьба сегодня о зрителях наших. Ты видишь просьбу каждого, переживания каждого. Ты видишь тех, кто нуждается в серьезных операциях, у кого нет средств. Ты видишь тех, кто проходит лечение и не знает, стоит ли его продолжать и как быть дальше. Поддержи. Даруй, Господь, поддержку свою особую через нужных людей, врачей, Господь, родных и близких. Благослови тех, кто сегодня теряет своих родных. Ты также даруй им особое утешение. Тех, кто нуждается в работе, Ты благослови. Господь, мы также просим за Софию. Ты видишь, что потерялась ее собака. По милости своей помоги, чтобы она нашлась. Мы все вверяем в Твои руки и верим в то, что Ты слышишь молитву нашу. Аминь. Аминь. Для нас большая радость, когда звонят наши зрители. Конечно. И к нам сейчас дозвонила Светлана, и мы имеем радость услышать ее. Светлана, здравствуйте. 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 Откуда Вы к нам звоните? В Николаевской области. Очень приятно. Я давно уже смотрю Вашу программу и хотела дозвониться. И прошу Вас, пожалуйста, помолитесь за Дарью Иларионовну Ивана Филипповича. Очень старенькие люди, очень больные. Он лежать и уже не встает, она тоже еле ходит, и он ночью падает, и она прямо не знает, что делать. Я хожу иногда к ним, помогаю. Пожалуйста, помоги. Дарья Иларионовна, и как зовут мужа? Иван Филиппович. Иван Филиппович. И о дочери Оле, чтобы прошла депрессия, ее прошу Вас. А сколько Оле лет? 43. 43. Давно у нее депрессия? Да нет, с полгода. Полгода. Хорошо, спасибо Вам большое, что Вы нам дозвонились. Пусть Господь благословит. Благодарю Вам. Мы будем молиться обязательно. У меня также есть еще просьбы, которые к нам поступили. Дима Извиничины желает жениться на Елизавете. И просит молиться за это, чтобы была Божья воля, и чтобы он мог понять, что Елизавета действительно любит его. Или, если не Елизавета, то, чтобы Бог помог найти ему другую. Это серьезная проблема. Ну, тогда, может быть, не стоит сразу уже ставить вопрос, что женится. Ну, у человека есть такое желание. Вот он хотел бы создать семью, и он просит Божьей воли. Обязательно. Я думаю, что Господь ведет каждого к своему счастью. Обязательно. Будем молиться. Валентин из Черновицкой области. Он болеет. Девять лет назад был рак кишечника. Сделали операцию. Несколько лет назад парализовало, но уже поднялся на ноги. Опираясь на палку, понемногу ходит. Просит молиться за него и дальше. Дорогие друзья, обязательно мы будем молиться. Людмила просит молиться за сына Николая. Он инвалид. И после аварии... Он инвалид после аварии. Врачи разрешили понемногу работать. Молятся, чтобы Бог помог ему найти работу. Также у нее проблемы с дочерью Олей и зятей Костей. У них плохие отношения. И также просят за них молиться. Обязательно будем молиться. Будем молиться, но прежде примем еще один звонок. С нами Инна на связи. Добрый вечер, Инна. Вы в прямом эфире. Алло, добрый вечер. Я хочу, чтобы помолиться за дочку Лили. Она 21 мая родилась. И у нее очень много патологий. Она сейчас в реанимации в Одессе. Лия, мы будем молиться. Мы искренне переживаем вместе с вами. Что мы переживаем на лице. Там волчая пасть. Заячая губа. Она сердце у нее вообще не с той стороны. Легкие. Она открывает. Пченка тоже не с той стороны. Еще с тому же воды. Ну, уходы берем. Масса, да нет. Мы подпорочим лекарства. А я с мальчиком уже дома. Ну, что. Инна, пусть Бог вас сегодня особым образом поддержит. Мы обязательно будем молиться у всей вашей семьи, чтобы Господь помог справиться с теми сложностями в вашей жизни. И поддержал вас своей сильной рукой. Его рука самая сильная. Полагайтесь на него. Друзья, мы будем сейчас молиться нашему Господу. Я с большой благодарностью хочу обратиться к тем, кто молится специально, кто чувствует призыв от Господа участвовать в этом служении. Кто не просто является зрителем, но является непосредственным молитвенником. Кто преклоняет колени. Кто поддерживает наши сонесые руки через молитвы. Мы благодарим вас за это служение. И просим, чтобы ваш дух не ослабевал, и чтобы продолжали то поприще, на которое вас поставил Господь. Давайте вместе вознесем молитвы за этих людей, которые так нуждаются в помощи и поддержке. Отче наш Небесный, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил. Благословил Диму, который желает определиться. Он хочет быть уверенным, что та девушка Лиза, которую Ты ей послал, ему послал, что эта девушка от Тебя. Он понимает, что это очень важное решение в ее жизни. Мы просим, Господь, чтобы он принял эту уверенность, что это та его половинка, которую Ты для него приготовил. Небесный Отец, мы просим, Господь, чтобы Ты благословил Валентина, который перенес большое количество операций, и сейчас очень сложно ему передвигаться. Помоги ему, пожалуйста, Господи. Подними его. Помоги, чтобы реабилитация проходила успешно. Благослови, Господь, и покажи ему те пути его исцеления, которые Ты для него предусмотрел. Господь, мы просим за Николая. Он также нуждается в помощи Твоей. Благослови, пожалуйста. Ты знаешь, что ему очень сложно и тяжело, но для Тебя ведь нет ничего невозможного. Наши молитвы о Дарье Иларионовне и об Иване Филиппове. Мы просим, Господь, чтобы Ты помог этим людям. Ты видишь, что они уже пожилые, им очень сложно и тяжело. Господи, ну помоги им, пожалуйста. Будь рядышком с ним. Послай к ним добрых людей, которые могли бы им помочь. И словом, и делом. Господь, благослови. Просим из-за Оли, которая уже полгода в депрессии, и мы просим, чтобы Ты святым духом благословила ее. Чтоб она могла поднять свои взоры на Иисуса и там обрести надежду и силу. Особая наша просьба об этой маленькой девочке Ли, которая только родилась, пришла в этот сложный мир, и в ней очень много болезней. Господи, мы не можем найти сейчас ответы, почему. Но утешь, пожалуйста, родителей. Утешь маму и отца. Помоги, Господь, и благослови врачей, которые предпринимают попытки улучшить ее состояние. Ты благослови, пожалуйста. Благослови, Господь, ее исцеление. Мы просим это все во имя Иисуса, Спасителя нашего. Аминь. Аминь. Стоит ли всегда полагаться на волю Бога? Об этом мы поговорим уже через несколько минут. А пока оставайтесь с нами. Татьяна просит молиться об исцелении своего дяди, у которого перелом шейки бедра. Пусть Господь через этот опыт коснется его сердца. Просьба молиться о маме Натальи, чтобы Бог коснулся ее сердца и изменил ее жизнь. Татьяна нуждается в молитвенной поддержке о своем здоровье. Пусть Господь исцелит ее больной желудок. Валентина просит молиться о том, чтобы Бог решил вопрос ее работы и явил ей свою волю. Просьба молиться об исцелении маленького мальчика Ильи, которому три месяца. Также о его маме Оксане, чтобы она приняла Господа в свое сердце. Владимир, у нас вновь, как всегда, есть вопросы от наших зрителей. Слава Богу за то, что они задают вопросы, и им интересно. Поэтому мы говорим о том, что вопросы могут касаться как молитвы, так и вопросов, которые связаны с духовной жизнью. Потому что молитвы и духовная жизнь очень близко перелетаются. Поэтому мы ждем этих вопросов. Пожалуйста, пишите. И мы будем рады ответить на все ваши вопросы. В молитве Господней есть слова «Да будет воля твоя». Когда в молитве надо использовать эти слова? Всегда или нет? Знаешь, я только что, когда поговорила с нашей зрительницей, особенно как-то подумала над этим вопросом. А стоит ли в каждой молитве говорить «Да будет воля твоя»? Вот когда рождается ребенок, да, он только родился, ты понимаешь, что он сегодня на грани жизни и смерти, когда у него есть серьезные патологии. Это тоже воля Бога? Ведь родители молились до этого, да? Ведь они просили, чтобы воля его проявилась в их жизни, проявилась в рождении этого ребенка. Это очень сложный вопрос. Да, вопрос очень сложный. И вопрос звучал в том, что нужно ли каждый раз в молитве упоминать слова, которые сказал Иисусу «Да будет воля твоя». Ну, во-первых, эти слова сказаны в молитве «Отче наш». Причем они сказаны, я вот уже открыл, сказаны в самом начале молитвы, где Господь говорит о пришествии Царства Божьего. Он говорит «Да святится имя Твое, да прийди Царствие Твое, и да будет воля Твое, как на земле, так и на небе». То есть нам нужно понять, о чем здесь молится Иисус. Он просит учеников, чтобы они молились, чтобы быстрее пришел Господь, чтобы быстрее пришло Божье Царство, чтобы не рождались дети с такими болезнями, чтобы не было войн, не было страданий. И поэтому он говорит «Пусть воля Бога будет, как на земле, так и на небе, да? Как на небе, так и на земле». А какая воля на небе? На небе нет войн, на небе нет болезней, нет страданий. И поэтому ученики Христовы, они должны молиться и просить Господа, ей говори быстрее, потому что когда ты придешь, то, что на небе есть, будет и на земле. Не будет страданий, не будет болезней, не будет смерти. И поэтому вот в этом контексте Иисус призывает нас молиться всегда, просить у Бога, пусть Его воля относительно нашей земли всегда исполнится. Уже наш зритель просит, спрашивает, а можно ли таким образом молиться о моих каких-то вопросах, молитвах, да? Это будет воля Твоя. Мне кажется, что не нужно молиться в том случае, когда мы четко знаем по Священному Писанию, какова воля Бога. Вот когда нам известно. То есть когда ты понимаешь, что ты просишь против воли, да? Да, когда в Библии сказано, этого нельзя делать. А я говорю «хочу». Вот в Библии сказано, например, «не укради». А ты просишь «Господи». Но есть такая возможность. Пусть немножечко, да? Но совсем чуть-чуть. Пусть будет Твоя воля. И человек таким образом как бы снимает с себя ответственность и говорит «пусть будет воля. Если я пойду на это дело и ничего не получится, я буду знать, что Бог отвел меня от этого». То есть получается человек рассчитывать на помощь со стороны Бога. Но он же знает, что Бог изначально говорит «нельзя этого делать». То есть когда воля Божья известна, то и сама приставка эта, она не имеет смысла, потому что Бог открыл. В каких случаях мы можем молиться? Когда, возможно, Библия не говорит нам об этом буквально, тогда мы просим «Господи». Вот я не знаю, как случится. Мы с тобой также часто молимся, и люди просят «Господи, чтобы выздороветь, чтобы не болеть». А мы не знаем Божьей воли. А вдруг у Бога другой план? Возможно, человек уже приготовил своё сердце, и Бог уже готов его взять. Мы не знаем до конца. Поэтому здесь, наверное, будет уместно, когда мы скажем «Господи, мы просим об исцелении, ну пусть Твоя воля». Мы как бы отдаём в руки всё в Твои. «Господи, Ты знаешь сердце, Ты знаешь человека, Ты знаешь обстоятельства. Мы не знаем, что нас ожидает, но мы говорим «Пусть будет воля Твоя». И здесь важно, когда мы молимся «Да будет воля Твоя», принимать эту волю. Потому что часто мы говорим «Господи, да будет воля Твоя», но где-то по умолчанию уже знаем, что мы хотим. Вот, например, можно только взять ситуацию, что парень просит у Бога, чтобы Господь послал ему половинку, девушку, да, и уже для себя определил, какая это будет девушка. Но, как бы, чтобы было благочестие, соблюдено, он говорит «Да будет воля Твоя», но я хочу, Господи, чтобы именно это было девушкой. Здесь вот происходит тот момент. Если ты действительно доверяешь Богу и готов молиться «Да будет воля Твоя», и Бог тебе не даст эту девушку, которую именно ты хочешь, а даст другую девушку, то прими эту волю. Вот именно подчинись. Но надо поверить в то, что вторая будет лучше первой. Получается. Нужно поверить в то, что Бог знает, какая будет лучше. Всё-таки довериться Господу. Бог не смотрит на внешность, Бог смотрит на сердце человека. И то, что ты считаешь, что для тебя вот именно это будет сейчас самое лучшее, но Бог знает наперёд, Бог всеведящий. Поэтому вот этот момент, когда я говорю «Да будет воля Твоя». Мы ещё упоминаем, в Библии мы ещё вспоминаем момент, где звучит «Да будет воля Твоя», это когда Иисус молится в Гефсиманском саду. Когда Он испытывает борьбу, когда Его желание человеческое сохранить себе жизнь и не идти на крест, и в то же время Он говорит «Господи, но не как я хочу, да будет воля Твоя». Здесь Он показывает «У меня есть желание». Это не грех, когда я скажу «Господи, я не понимаю, я хочу вот этого, но я падаю в Твои руки и говорю, «Господи, я подчиняюсь Твоей воле». Я иду туда, куда Ты мне направляешь, я доверяю Тебе. Знаешь, мне кажется, что ты точно очень сказал, что воля Бога — это всегда то, что добро. Воля Бога, то, как Он может проявить себя, это то, как Он проявляет себя на небе. Он желает, чтобы и на земле было так же. Мир, благополучие, счастье, радость. Но, тем не менее, наверное, часто и мы сами своей жизнью мешаем воле Бога исполниться. Мы хотим чего-то, просим, но, тем не менее, наши поступки, наши желания, наши мысли иногда приводят к тому, что Бог просто не может это осуществить. Мы считаем, просите, но не на добро. Желаете и не имеете, да? Да, просите, но не по воле Божьей. Когда мы у Него что-то просим, а Бог не может этого дать, потому что знает, что это нам вредит. И здесь должно вот это быть очень могущественно прозвучать. Да будет Твоя воля. Господи, я от Тебя готов принять всё. Но мы будем продолжать всё-таки молиться о том, чтобы воля Бога проявилась и в нашей жизни, и в жизни наших зрителей, потому что это самое лучшее, что сегодня мы можем избрать. Дорогие друзья, мы верим, что Божьей волей, Божьей силой, Божьими благословениями мы можем получить самое лучшее в этой жизни. И будем вновь и вновь просить о том, чтобы Его сила проявилась в нас. Возможно, наш характер и наши желания сегодня мешают этому, поэтому будем просить, чтобы Господь очистил наши сердца, сделал их готовыми принять то, что сегодня Бог приготовляет для каждого из нас. Оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами, потому что уже через несколько минут мы встретим в этой студии нашего гостя и услышим его удивительную историю. Не переключайтесь. Елена просит поддержать ее в молитвах о предстоящей операции. Пусть Господь благословит врачей и восстановит ее здоровье. Ирина просит молиться о здоровье своей мамы Людмилы. Пусть Бог благословит ее и укрепит силы. Просьба молиться о здоровье Валентины, у которой больное сердце. Пусть Господь укрепит ее духовные и физические силы. Просьба молиться о Яне, чтобы Господь укрепил ее душевное здоровье и наполнил сердце своим миром. Мария просит молиться о своем здоровье, чтобы Господь укрепил ее больное сердце и благословил. В эфире программа «Помолитесь за меня» и мы с радостью представляем вам нашего гостя. А в студии сегодня нейрохирург Антон Шкиряк. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы вместе с нами. Антон, вы воле Бога доверяете? Просите, чтобы его воля была в вашей жизни? Ну, вы знаете, в самом деле моя профессия такая, что без Бога никуда. И всегда, когда мы даже начинаем операцию, а когда я думаю про своих пациентов, я всегда думаю про то, что все в Божьих руках. Звучайно, какие-то навыки, какие-то досвиды. Но место для Бога всегда есть, да? Всегда. И всегда, особенно в медицине, я считаю, что целительный больше Бог. Это очень важно, потому что многие зрители звонят нам и просят молиться, когда они идут на лечение, обращаются ко врачам. Мы верим, что действительно Господь благословляет. Но когда в вашей жизни сложности какие-то, это тоже Бог руководит всем и Бог ведет? Ну, я в это верю, потому что мы чувствуем его силу и чувствуем, вся наша родина чувствует его допомогу, когда на самом деле у нас стоят такие трудности. Хотя я вам скажу, что вот так почав анализовать, а вы знаете, не было таких трудностей, которые бы я вот так тяжело пережил бы или чувствовал бы. Потому что, правда, с Богом все как-то легко можно перешагнуть и перейти через проблемы жизни. Но ваша историю, вот вы к нам пришли, она будет связана с медициной? Вы знаете, практически с медициной. С практичной медициной. С практичной медициной. Вы знаете, одного раза я стал очень доверливый, и с того часу я уже практически никому не верю. То есть это было один раз в жизни? Это было один раз в жизни. Я одного раза допомогу одному молодому хлопцу, и это был сын, известного в Украине, не буду называть имена, известного в Украине очень известного хирурга. Очень известного хирурга. И один раз я только слышал, кто-то встречается в кабинете у меня, это мама этого молодого хлопца, которому я допомогу. Наверное, поблагодарить? Конечно. И, знаючи этого известного хирурга, особисто знаючи его, и знаючи, что справедливо прозвища співпадает, вот эта женщина представила, что я ее еще и познав, потому что я видел их в компании, когда ему было плохо, то они были вместе. Это известный хирург и эта женщина. Они приходили к сыну? Конечно, приходили до своего сына. И, сталося так, что она говорит, вы знаете, я так вам вдячна, так хочу вам вдячна. Я говорю, ну, вы еще не требовали никакой вдячны. Нет, нет, вы знаете, я заведую поликлиникою, и я хочу от, 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 вам, просто, вечерого сердца на один месяц відпочинку в найкращем курорті Ялти, нашей рідной, украинской, в санаторию, наверное, ну, мабуть, якомусь санаторию, дати путевку по там, собі вартості, которая она там коштует, тобто, что здесь 2 тысячи гривен. Вот это удача, да? Подумали вы? И тут, и тут, и тут, и тут, если путевка может стоить 16 гривен, там, или там, да? тут, про это вы понимаете, людская така, ну, не то, что жадебность, я вам скажу, чому я клюнул на это, потому что, в очень долгий период мы не могли помочь отдыхать, так как у меня такой график был важкий, и только дома, где-то на Закарпатии, мы могли, ну, в горах тоже, вода, все, немного расслабиться, так, но это не море, понимаете, хотело себя в море. Тут, я думаю, у нас я, я назбирал невеличку суму, скажем так, на отдыхание, я подумал, а чтобы не сделать такое добро, ну, я же лекарь, я же творю добро кругом, я куплю потівки не только собі, а всей родине, давайте, шесть потівок, ну, звичайно, у нас радость, ой, чекайте, я сейчас позвоню, сейчас мой водитель подъедет, поднесет, хоть знаете, что они у меня на работе, в сейфе, подъедете, принесете мне гроши, я вам отдам, говорю, то я могу вам уже, да, лучше, чтобы гроши выдали, вы сами ей предлагаете, да, заплатить сразу, не то, что я запропоную, а просто я переживаю, чтобы все, чтобы не потерять, чтобы не тратить, разумеете, знову ж таки, людская ця, ну, это не жадебность, это, тогда я думал, что я киев молодец, я смекал, что вот сейчас раз, и такие классные путевочки, вы понимаете, месяц семья отдыхает, за рахунок, за рахунок дорогого сына, чоловека, племянника, и просто, ну, вы понимаете, как бы они на меня молились, как бы мы поехали, просто герой, родинный герой, ну, я дав гроши, слава богу, вы не стали подъезжать на работу, а тут же отдали деньги, да? Да, я дав ей гроши, потому что, ну, я же ее знаю, ну, вы отдали всю сумму сразу, звичайно, они у меня были в сейфе на работе, теперь я уже раскрывте мне сюда, я тримаю гроши, вот, могу адресу сказать, и сталося так, что я на другой день звонил, что я готовый приехать за путевками, вы знаете, очень у меня занятый график, давайте після завтра, ну, після завтра, ну, что же, я не буду. А вам не выписало, она никаких документов, ну, навещо, ну, дружина, такого солидного человека, да? Неймовірно хорошого, и доброго, и богатого, даже как-то неловко спросить, ну, это не зручное, это же подарунок, знаете, как-то каже, дарованому коню в зубы не дивися, ну, я же тут буду зараз, якийсь такий мелочок, ніколи прийти забрати, головное, что петтівки мои, потому что она это мне внушила, что петтівки уже в меня, фактически, ну, только осталось забрати. Потем она, она выезжает отряджения, и не может, давайте через тиждень, або водитель мой подвезет вам, думаю, ну, что же я буду спешить, еще до лета, два месяца, я же на перил завтра. да, напрягать, навещо, проходить тиждень-два, звоню, нема связи, ну, что ж таке, как это таке может быть? Ну, ничего. Потім я розумів, що я навіть не запитав, в якій полікліністі вона завідує. Ну, приходится, зручно-незручно, ну, приходится чоловікові звонити, ну, великому хірургу, світилу, не буду казати, якого напрямку, але, ну, неймовірно. А брат цього великого хірурга, не менш великий хірург, уже не тільки в нашій державі, а в Європі, мій особистий товариш. Хоч йому і десь за 50, але він мій вчитель і особистий товариш. Хороші відношення у вас. В фантастичних відносинах. Я звоню перед тим, як звонити в великому хірургу. Звоню своєму товаришу, професору, кажу, розказывайте, розкажуть, ааа, Антон, як ти міг це? Та вони вже розвілись більше, ніж 10 років тому назад. вони вже 10 років не живуть разом, в нього вже зовсім інша сім'я. Антон, в цей момент ви розумієте, що вас обманули? В цей момент я розуміял, що у мене... Що він не їдет в Крим, це вже точно не. Це, що я не їду. Ну, тому що, коли ви говорите, ви ожидали постійно, вона вам перезванивала, і тут теряється зв'язь. І ще була надежда, чи ні? І вже все? Ви не повірите. Я просто дивуюсь, я зроблю собі кардіограму, і я хочу подивитися розмір мого серця, бо воно величезне. Я вірив до останнього моменту, що можливо це так і сталося, можливо вона шахрайка тільки з іншими, а зі мною вона добра. Ви ж сина, ви ж сина її лечили. Сина ж, що було дивно, звичайно, мені сказали, що вона цим орудує, що вона, прикриваючись цим великим прізвищем, вона робить такі махінації. І багато людей, котрі не є в їхній родині і не розуміють ситуації, яка там відбувається, що вони вже розведені, що вони вже спілкуються, просто десь на якихось сімейних святах збираються, і люди їх бачать разом, що вона таким орудує. Через, звісно, в нас була не просто молитва, в нас була просто сімейна така трагічна молитва, тому що різко так втратити. Це бача сума діяльність, так? Ми збирали, по-перше, ці кошти, щоб відпочити, по-друге, це було тоді, коли реально була складна скрута в нас, ну, як скрута, ну, це були справді виділені гроші на довго очікування відпочинку, розумієте? Коли дитина хоче морозива, вона кожен день його різь, то це, знаєте, це можна і відмовити. Коли дитина два роки або три роки не їла морозива, то якщо воно впаде на землю, вона просто там, ну, помре на місці, тому що, ну, це довго очікування буде починати. А ви вважаєте, це не була вибуха, що ви не помолились вначале, коли от так от довірились, не зробили цю паузу? Ну, як ви собі це вивляєте? Вона заходить до мене в кабінет, починається розмови вести і все-все. Коли я також зачекаюся, я зараз помолюсь. Не-не, просто сказати, Людська натура спрацювала просто інстинкт, не то що хитрості, але бажання щастя. Даремного щастя. Антон, ви розумієте, що щастя не вийшло? Не вийшло. Через пів року. Пів року? Пів року проходить. Ми молилися про те, ми шукали варіанти. Я її сину згиную. О, каже, ти знаєш, ти зря таке зробив, я знаю, з Алина, спілкуюся. І одним словом, нема зв'язку. Все показують, що все зря-зря. Вона і в мене різні проблеми викликала. Через пів року ми йдемо з дружиною з Міжнародного виставкового центру, з виставки фотографій. Йдина проти нас вона. Ну, я на крилях любви до неї підбігаю. Постоєно було відчуття, що ви вже віддохнули. Це все, це було неймовірно. В Києві, розумієте, зустріти людину. Звичайно, в темних окулярах. Причому розкриваючи пакет від якогось стартового, стартовий пакет новий, очередний, скоріш за все. Підходжу до неї, кажу, ну що, ой, Антон, я хотіла, я якраз, і я на цьому тижні, там таке трапилося. І от розкручую цю знову розмову, що я вже завтра, я вам клянусь, ну я вас прошу, не робіть скандал, мені незручно прийти. Ви розумієте, що вона вас обманує в цей момент? Я, звичайно. Ну тут я вже розумів, що вона мене обманює. Так. Але людська довіра, ну... Неймовірно. Я не хочу рекламувати свою доброту в прямому ефірі. Але справді, я вірив її щиро, що вона справді, вона покаялася, вона хоча б гроші... Скільки вона була іскріння, да? Гроші, поверніть мені гроші. Добре, я зрозумів, що потівок нема. Нема потівок, бо... Гроші. Я вам завтра занесу на роботу. Кажу, ні, давайте, я не маю біля себе паспорта. Повірте мені. Кажу, давайте ваш номер телефона, теперішній. Взяв. Зранку мені телефонує. Я до вас виїжджаю. Кажу, гроші взяли? Взяла гроші, все, везу вам гроші. Через півгодин дзвонить. Я вже в маршрутці, просто пробки на Ленинградській, і зараз буду. От вже, от, от, от. Под'їжджаю. Десять хвилин, я вже на території інституту, зараз вже йду до вас в кабінет, просто тут ще. Десять хвилин, двадцять, тридцять, призванню, зв'язку немає. Все. Зникло. Це, можливо, був відповідь Бога на молитву. От вам він послал этого чоловіка, ви його так потеряли. Бог взяв практично за шкварки, поставив переді мною, і я своєю цією людською, ну, називу це прямо тупістю, тому що це інше не називеш, ну, вже людина є, ну, вже зроби якісь, прийми якісь міри, там. А як ви вийшли на цю ситуацію? От все, опять оборвали всі связи. Оборвали всі связи. Карточка, опять, мабуть, виброшена, і... І все. І проходить ще десь місяців-два. Замолились, нет? Звичайно, ми молилися вже і за її здоров'я, щоб воно десь, можливо, навіть і порушилося, і вона прийшла до мене лікуватися, щоб я її хоч якось зловив. Всі попытки хотіли іспользувати. Так, всі варіанти. Приїжджає до нас моя мама в гості з Ужгорода, ми розкажемо цю історію, звісно, річ, що вона теж розчаровується, ми молимося про те, що ну, якось, хоч якось Бог, ну, каже, ну, шкода, що так от вас обманула така жінка. Я маму провів як добрий син, на потяг, посадив, поцілував, із дружиною повертаючись назад, в метро, вокзальна, виходить на мене прямо тут. Ну, тут уже Бог. Смотрите, какое у меня просто було потрясення. Що ти за чоловік, що я тебе зустрічаю в Києві? Але, розумієте, я ж її не шукав, і вона просто йде на мене, знову ж таки, в темних окулярах. Ну, тут уже Господь Савов дає мені вже силу воїна, я ніжною нейрохірургічною рукою хапаю її, тримаю вже за плече, я кажу, ну, знаєте, тепер кажу, я вже вас, який би я добрий не був, не відпущу, пробачте мені. Але я, я, от я. Кажу, ні, ні, я кажу, зараз вже можете будучи говорити. Я запропонував їй, ну, як запропонував, вона не могла відмовитись від моєї пропозиції, прийти до мене на роботу і в моєму кабінеті написати розписку, тому що я поспілкався зі своїм юристом, і він пояснив, що зараз, якщо ти навіть відведеш міліцію, тебе нема документів. Вона ніжно під моїм добрим лікарським поглядом написала цю розписку, що скільки вона від мене грошей взяла, що вона мені мала дати за ці гроші, і що вона мені їх не віддала і потівку теж не дала. Ми дружно, я її теж під руку, як мадам взяв красиво і відвів в Шевченківське РОВД, посадив біля себе і розказую капітану цю всю історію. Капітан міліції приблизно в моєго віку росла, не забуду його ім'я, прекрасний. Мені здається, мені попався найкращий капітан у всій проохоронній системі нашої держави. Неймовірно добрий, адекватний і добрий просто хлопчина. Антон, ми віримо, що таких багато. М багато, ну, віримо. Я їм розповідаю цю історію, він каже, а де ця жінка? Каже, ну як, ну вот. Він думав, що це моя мама, що я з мамою прийшов жалітися. Кажу, вот я їй прийду. Кажаю, а ви її зловили? Це полегшує взагалі справу. Є якийсь документ, є цей. Він каже, як вас звати? Вона сказала своє справжнє дівоче прізвище, кудря того я ще не знав. Він вів в системі і видає їй. А там стало... Фотографія, анфас, профіль, збоку, зверху. І стаття. Ну, звичайно, з цим номерком. Шахрайство, вимагательство, шахрайство, там, якісь хуліганські дії. Ви деньги смогли отримати свої? Каким образом? Ну, міліціонер сказав їй так. Дивіться, я вам пропоную такий варіант. Якщо ви... Запитав мене, протягом якого терміну я хочу отримати гроші. Я сказав, одного місяця, не проблема. Ви віддаєте йому протягом місяця гроші і у вас все в порядку. Якщо ні, то після того, якщо ви їм не віддасте, ви дасте мені гроші, дасте прокурору, дасте судді і дасте адвокату. І що саме жахливе, ви все рівно йому віддасте гроші. В общем, у неї не було варіантів. У неї не було варіантів. І протягом місяця вона мені всі кошти рівними частинами на карточку перевела і навіть питала, чи все я отримав, чи все добре і чи гарно в мене життя проходить. Антон, це удивительна історія. К сожалению, у нас не так багато времени в прямому ефірі, але, наверное, нам більше все-таки доверять Богу, і коли нам посылають счастливі случаи, моменти, все-таки просити, щоб… От Бога невозможно спрятатися. А здесь важний момент, да? Бог всеком. То, якщо Богу нужно, щоб ти нашел человека, для Бога нет нічого невозможного. Спасибо вам большое. Желаю вам не попадати більше в такі ситуації. Я вже никому не даю гроші на поразу. Пусть Господь благословит вас і вашу сем'ю. Дякую. Друзі, ми вернемся в эту студию вже через минуту. Оставайтесь з нами. Друзі, нам очень радостно, що Господь ведет кожного із нас. В цій студії ми завжди слышимо удивительні опыти. Але хотілося б напомнить вам, що в следующий раз, в четверг, у нас буде уникальна программа, тому що программа «Помолитесь за мене» буде год. Пожалуйста, не пропустите. У нас маленький юбилей, поэтому, пожалуйста, в 20 на ноль в четверг включайте телевизор. У нас будет для вас что-то невероятное. У нас будут сюрпризы, поэтому, пожалуйста, программа будет особенная. Включайте, мы будем вместе с вами праздновать юбилей нашей программы. Ну а пока оставайтесь с нами. Через несколько секунд читаем обетование дня. Книга «Псалтырь», 26-й Псалом, и мы читаем 13-й стих. «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Друзья, мы встретимся с вами уже в следующий четверг, 20.00, в прямом эфире. Не забывайте, что это будет праздничная программа, поэтому присоединяйтесь к нам в прямом эфире. Доверяйте Господу, и пусть Он вас благословит. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова